О ситуации на дорогах республики журналистам рассказал начальник управления ГИБДД Владимир Романов. Многие цифры – повод для гордости, а вот некоторые показатели пугают. Подробности в следующем сюжете. Статистика дорожно-транспортных происшествий за прошлый год говорит об улучшении ситуации в республике. Поделился радостной новостью начальник управления ГИБДД Чувашии. Общее количество ДТП за год сократилось почти на 6%, погибших на 4 с лишним процента. Однако при этом значительно возросла аварийность с участием нетрезвых водителей. Увеличился на 33%. То есть если было 154 ДТП, то сегодня 204. В результате таких происшествий 54 участников в дорожном движении погибли. Аналогичный период прошлого года было 15. Жестокие сегодня законы были. То есть не просто так же штрафы – 30 тысяч, 50 тысяч, но все равно водитель все не управляет нетрезвым стоянным. Плюс к этому с июля штраф за повторное появление на дороге в нетрезвом виде увеличится до 300 тысяч рублей. Кстати о штрафах. За прошлый год взыскано 439 миллионов рублей. Для сравнения в 2013 году эта сумма составила 285 миллионов. В 2014 году вынужденно появилась и новая статистика. Статистика падения пассажиров в общественном транспорте. 57 дорог трассы происшествий, участников дорожного движения, сегодня упали трассы на средствах. То есть при резком торможении, при аварийной ситуации это в троллейбусах, автобусах, ну и где перевозят пассажиров. Рост ДТП произошел на 22%. Совершенно по вине водителей автобусов, имеющих лицензию. То есть небезопасно еще пассажирской перевозке. По данным статистики, федеральные трассы в прошлом году стали безопаснее. Здесь количество ДТП сократилось более чем на 8%. Судя по всему, повлиял на это их ремонт, установка освещения, разделительных полос и строительство развязок. А вот на дорогах местного значения ситуация ухудшилась. Марина Рябцева, Андрей Шоклев, Республика.